Тему про неоплатонизм, про это одно, мы как бы и начали уже говорить. Дело в том, что я обратил внимание, что есть некоторого рода понятия в философии, но я даже об этом делал, доклад там. Они имеют рекурсивную и рекурсивную структуру. Одним из таких понятий является, что понятие «я» рекурсивное, здесь понятно. С одной стороны «я» является то, что направлено, и с другой стороны «я» является целью то, на что направлено. То есть оно замыкается в некий круг. «Я» одновременно является и субъектом отношений, и объектом отношений. Вот такая двусловная структура появляется, потому что считать, что рефлексию удается, это бы означало, на самом деле, что можно было бы сказать, что можно было бы себя из болота за волосы вытащить. Что-то в этом роде. Такая возникает метафора. Так вот, похоже на такое рекурсивное понятие «я», такими же рекурсивными понятиями являются понятие «бытие» и «понятие одно». Но самое интересное, это, конечно, понятие «одно». Потому что вот когда Платон в диалоге по-ремене это разбирает, вот эти свои гипотезы, он ведь на самом деле, если вдумываться в то, что он говорит в диалоге, он использует смысл вот этого «одного», ну или «единого», как его переводят, да, там, вдруг смысл. В одном смысле «одно» является неким смыслом, то есть «одно» как смысл чего-то одного, ну вот как «единица» буквально в смысле. А с другой стороны «одно» — это нечто, как некая вещь или некий объект, к чему эта единица может быть применена среди прочих объектов. Вот, например, вот там же вообще дело в Георище идет о приобщении многих, да, допустим, многих вещей к эдесам, да, к некого рода идеям. То есть взаимоотношения между идеальным миром, то есть миром идеи и миром вещей. Так вот, когда речь заходит об «одном», то получается так, что одно к самому себе приобщается. То есть с одной стороны оно выступает как нечто, как принцип, как принцип единицы, как принцип одного, а с другой стороны оно есть та самая нечто, тот самый объект, который в частности является одним. Это вот такая рекуррентность, как вот в «я». «Я» с одной стороны является тот, кто устремляет свое внимание, да, свою интенцию на самого себя, а с другой стороны то, что является целью этой интенции, да, тот объект, который нужно, собственно, и должна интенция схватить. Тут тоже так же. Как бы само одно является с одной стороны принципом, а с другой стороны этот принцип также относится и к самому одному. То есть она как бы рассматривает само себя как вот вещь. Но тут надо как бы было бы расслабить, потому что одно является некоторой идеей, идеей одного, и одно является чем-то, что под эту идею подходит, как вот другие вещи, под одно. И благодаря только этому возникает вот вся диалектика, которая там присутствует. Почему? Потому что поскольку одно одновременно понимается и как принцип одного, и как объект, который подходит под этот принцип, получается так, что к этому одному ничего не может подойти. То есть если мы говорим, что это одно есть, то вот это бытие – это уже нечто второе. И получается, что одно перестало быть одним. Почему? Оно стало двое. Оно стало одно и есть. Оно одно одно и бытие. Поэтому бытие к нему, предикат, предиксировать нельзя. Если мы будем предиксировать предикат другой, любой, предикат, скажем, допустим, что там одно непрерывное, одно делимо или что-либо еще, и всякий раз будет возникать вот эта проблема, что когда мы будем одно уже рассматривать как то, что к самому принципу одного подходит, то всякий раз будет обнаружиться, что оно становится множественным. Именно в силу этого, согласно диалогу Барменитое, невозможно об одном ничего сказать. Оно полностью находится в неком вакууме. Потому что все, что пытается в это одно войти и вступить в ней, в отношения, все это делает одно с чем-то многим. И поэтому к одному нет никакого доступа. И именно поэтому у неоплатоников одно лежит вне бытия. То есть оно не является умом, не является сущим, не именуется и прочее. То есть оно лежит вне всего. Потому что любой предикат, который предистируется к этому одному, он всякий раз делает это одно двоичным. То есть одно перестает быть одним. Именно в этом на самом деле и смысл философии неоплатоников. То есть на самом деле в каком-то отношении философия неоплатоников есть казус. То есть у Платона он просто не увидел ошибку, стандартную ошибку. Что такое рекуррентное понятие? Это на самом деле понятие, которое лежит в основании парадокса Ялгу. Только в парадоксе Ялгу мы сразу видим ошибку. Когда высказывание Ялгу, или можно так лучше сказать. Это высказывание, которое я сейчас произношу, лжо. И вот возникает вот эта логическая, с силой рекурсии возникает логический парадокс. То есть если я говорю правду, то тем самым высказываешь, что Ялгу. И наоборот, если Ялгу, то тем самым высказываешь, что Ялгу, значит говорю правду и прочее. Как бы вот эти определенности, это истинная ложь, они постоянно меняются. Но в силу самого устройства этой фразы. Так вот, а... Но это просто специально выстроенное рекурсивное высказывание, как Ялгу. А на самом деле, в смысле одного, там просто вот такой проблемы нет. И там рекурсия, она себе не противоречит. Точно так же, как и в Я. Я точно так же рекурсии нет, вот этого противоречия. И в силу этого там рекурсия работает, и мы не замещаем, как бы, вот этой логической неправильности. Мы просто видим, что нам кажется, что все, как бы, здесь нормально. А на самом деле, эта рекурсия, я еще раз говорю, что она подобна вот этой рекурсии Ялгу. И фактически, в методологическом смысле, это и есть ошибка. И поэтому, когда... Получается, что вот вся философия вот этих неоплатоников, это в свою роду вот философский казус. Точно так же, как и философия Платона, поскольку она тоже строится в некотором отношении вот на делу, где там, применит. То есть, вот этот делу применит, как бы, да, вот эта часть, где обсуждается, что вот это вот одно, каково оно, это тоже своего рода вот логический казус. Да, вот неразличение, на самом деле, принципа, да, вот понятия и то, к чему это понятие относится. Потому что понятие, вот если мы теперь будем общими словами говорить, нельзя рассматривать как вещь. Вот если у нас есть некое понятие, оно уже не вещь, в буквальном смысле. И мы к понятию этому, как самому по себе нечто взятому, мы не можем уже отнестись как вещи. То есть, мы не можем ему, этому понятию, продуцировать какие-то определенности. Вот, например, мы берем, причем, ведь речь идет не просто о понятии, вот тут надо, как бы, понять, что существуют два вида понятия. Есть понятие в смысле обозначения. Вот, допустим, я говорю, что вот, например, эта чашка, да, и когда я продуцирую что-то этой чашки, да, то в каком-то отношении я ведь и говорю, как, я говорю, вот эта чашка, допустим, она там стеклянная, там, да, она там стоит вот здесь на столе и прочее. Я ведь имею в виду во всем этом продуцировании, на самом деле, настоящую чашку, которой я вот продикаты придаю. Но выглядит это внешним образом тем способом, что я как бы некому понятию чашка, да, вот некому обозначению того, что называется чашка, даю продикаты. И тут как бы вроде тоже неправильно, как уже можно понятие что-то продуцировать. Конечно, понятию продуцировать нельзя, но в некотором отношении мы понимаем, что это своего рода аналитическое суждение, да, и мы просто раскрываем, что такое понятие чашка, да, вот во многих этих определенностях. А с другой стороны, вот есть, допустим, понятие сущность. Мы уже не можем, да, вот с такими понятиями фундаментальными, которые являются инструментами нашего познания, или там понятие, допустим, количество, или там понятие качества, понятие причины. Мы им уже продуцировать ничего не можем. Мы не можем их взять как вещь и говорить, что вот понятие причины, оно такое, сякое, третье. Мы такого сказать уже не можем, мы просто понятие и все. Она не вещь, и она не состоит из свойств. У нее нет никаких свойств. Но почему-то, на самом деле, вот в древности, понятие, особенно это заметно очень сильно у Платона. То есть Платон рассуждает о понятиях точно так же, как будто бы это вещи. И вот вся его проблематика о том, что идеи существуют как-то сами по себе, это проблематика о том, что он понимает идеи как своего рода вещи, только идеальные вещи. То есть здесь вещи чувственно воспринимаемые, они меняются. А вот здесь как бы образцы такие, идеальные вещи, которые не меняются, а где-то там... В институте метрологии. Да, в институте метрологии лежат метры какие-то и прочие, металоны, такие эталоны лежат. Вот оно буквально, в смысле, так понимает. То есть почему-то вот для неких, на самом деле, понятия, это были вот так вот по сущности, это положенные вещи. Вот это вот разделение, которое произошло между понятиями и вещами, это разделение бы совершил Аристотель. То есть вот он первый, на самом деле, сказал, что вот да, вот есть вещи отдельно, а понятия отдельно. И вот их, это нельзя говорить о понятиях, да, вот он, в основном, говорил в терминах сущностей, что существуют только сущности, сами по себе, вот как вот в этом отделенном смысле, да, вот в пространстве. А все остальное существует через этих сущностей. Все понятия, это нечто общее, что высказывается об этих сущностях. То есть он первый, на самом деле, понял, что между понятиями и вещами существует... Мы говорим вещами, потому что как бы в термин сущности он теперь приобрел немного другое звучание, да, другой смысл. Поэтому для того, чтобы понять правильно Аристотеля, ну, надо лучше говорить о вещах. Он имел в виду так, что существуют только вещи. Ну, организм, ну, просто, тут опять же, слово вещь у нас подразумевает, что это нечто неживое, да. Вообще, он имел в виду, что существуют только тела. Не сущности, сущие, можно сказать, да? Нет, сущие нельзя сказать. Потому что с точки зрения сущими у него являются все категории тоже сущие. Понятно. То есть категории тоже сущие. Поэтому тут надо придумывать какие-то новые слова. Ну, можно сказать, тела. Вот самым любил Аристотель говорить о телах. Что существуют тела. То есть тела не живой природы, тела живой природы, да? И все существует только через тела. А сами понятия, поскольку они являются некими всеобщностями, они существуют как высказывающиеся об этих телах. И количественная характеристика, она, конечно, тоже существует как некая определенность, которую мы в определении высказываем об этих телах. И причем здесь важно понятие определения. То есть у него возникает понятие, что вот есть сами тела, а есть как бы их определение у нас. То есть есть, условно говоря, существование самих тел, а есть знания об этих телах. И это разное. И только вот Аристотель как бы это увидел. Ну, например, переходим к неоплатонизму, и неоплатонизм этого уже не понимает. У меня вообще сложилось впечатление, что Плотин, например, вообще Аристотеля не читал. То есть, и у него, ну, насколько я вообще пока сейчас занимаюсь, неоплатонизм, насколько вот сейчас я вычитываю, такое впечатление, что он не понимает, к чем категории отличаются от сущностей. Что такое вообще сущность по Аристотелю, да, и что вообще может существовать. Потому что если он высказывает, что одно может существовать, а ведь одно — это категория, количественная категория, которая относится как бы к количеству. Не может одно существовать. Одно — это может быть только предикат, который мы должны чему-то другому, да, сущности какой-то предицировать. Мы говорим, что вот некая есть сущность, и она есть одно. А не так, что есть одно, и она является сущностью. Так вообще говорить нельзя. То есть, так же про благо, да. Нельзя говорить, что благо есть. А есть некая сущность, и она есть благо по Аристотелю, Согласно тому, что все к нему стремится. Тут очень важен вот этот момент, что все стремится к чему-то, и то, к чему все стремится, и есть благо по определению того, что она является целью для всего другого. И получается, что вот это вот рекурсивные понятия, они на самом деле существуют, в философии их надо вылавливать. Таким рекурсивным понятием, вот, например, в современной философии является понятие «я». Причем понятие субъекта непонятно, является оно рекурсивным, вот так вот непосредственно, а вот понятие «я» точно рекурсивное понятие, потому что «я» оно именно как бы рефлективное понятие. То есть, вот то, что классическая философия понимает под рефлексией, это есть не что иное, как вот эта вот рекурсия на самом деле. То есть, когда понятие схватывает само себя. Но, тут вот есть проблема, да, вот, которую мы говорили, когда мы говорили о чашке. Да, вот, мы говорим «чашка», да, и как бы чашку раскрываем в виде предиката. В каком-то отношении «я» тоже своего рода обозначение, да, обозначение человека. И мы можем его раскрыть через предикаты. Но ведь здесь речь идет не то, что о раскрытии «я» через предикаты, а речь идет о том, что это «я» обладает способностью схватывать само себя. На самом деле, как вот, ну тут просто, сейчас это было бы, наверное, излишним, но можно показать, на самом деле, что рефлексия в таком смысле невозможна. То есть, нельзя, она не может, как бы, движение, да, само себя схватить. Это просто противосмысленно. То, что такое движение возможно, классическая философия понимает, ну, это в лице Гигеля, прежде всего. Она понимает в том смысле, что якобы вот есть некий опыт особого рода, опыт, да, который мы можем прожить, в котором мы сами себя схватываем. Ну, мы говорили о том, что опыт проживания бытия, опыт проживания времени, да, да. И просто мы, как бы, с другой стороны, получается, подошли к тому же вопросу, да, вот, о рефлексии, что любопытно. Вот эти вот рекурсивные понятия... Не получается ли так, что вот аналитическая философия, вот, просто каждый раз себе, после того, как что-нибудь такое, это увижу, да, там, что-нибудь появится на горизонте, каждый раз задаю себе один и тот же вопрос, не получается ли, что аналитическая философия вообще-то права? Что вылавливает геноцид, устраивает всяким рекурсивным понятием? Ну, потому что, действительно, не получается, что философия, это своего рода есть собрание вот таких вот логических ошибок, то есть, которые гипостозированы, да, там, мы говорим, что, вот, например, вся философия классическая основана на том, что рефлексия возможна, а если она невозможна? Ну, в том смысле, как она понимается, то есть, я не можешь само себя схватить, если такое невозможно. А высказание бытия есть, не бытия нет? Здесь тоже ведь... Тоже логическое, да, потому что... Что-то здесь не так. А причем, на самом деле, что интересно, уже Платон и Аристотель, они говорят о том, что относительно небытия-то есть, уже они это обсуждают как раз. Они-то как раз увидели здесь логическую ошибку, потому что, когда небытия нет, это ведь высказывание тут имеется в виду, что любого небытия. То есть, между двумя сущими, ведь существует, как бы, отличие в том, что каждый из них в относительном смысле есть небытие другого. Ну, вот, именно отсюда берется понимание, что все сплачивается и что, например, между сущими нет никакого небытия. А на самом-то деле, ну, тут, во-первых, две проблемы, если вообще обсуждать ее очень подробно. Во-первых, существуют рядоположные сущие. Вот так вот Аристотель обсуждает, потому что Аристотель наиболее последовательно их обсуждает. Он говорит, во-первых, мы говорим о том, что вот есть рядоположные сущие. Вот, допустим, все количественные характеристики. Ну, лучше говорить качественные. Все качественные характеристики. Причем даже не просто качественные, а определенного качественного. Допустим, все цвета. Вот все цвета рядоположные. И, конечно, все цвета совокупляются, и можно говорить о том, что вот между ними, между цветами нет никаких ни цветов. То есть, между ними вот нет зазора. А между цветом, допустим? А между цветом и количеством. То есть, между качеством и количеством. Вот он говорит, по категориям если разбить. Какой здесь может быть зазор? Они вообще просто совершенно несопоставимые сущности. Вот есть количество – пятерка, а есть цвет. Как может быть о том, что-то тут между? Как они вообще могут соотноситься, эти сущие? Да как? Это вообще непонятно. И потом, на самом деле, допустим, если в смысле цвета все является одним, а количество? Ты количество цвета ведь не сунешь, не сунешь, значит, если есть количество, значит, уже многое есть. То есть, изначально постановка вопроса парменида, она слишком наивна. Вот это многообразие, которое присутствует, оно просто элиминирует рассмотрение вопроса с той точки зрения, что когда мы говорим о сущем, просто о сущем говорим, что сущие, как говорит Аристотель, понимаются многообразным образом. Что оно понимается как сущность, как качество, как количество, как отношение, как место, как время и прочее. То есть, в соответствии с десятью категории. Потому что все это тоже точно так же сущие. И поскольку эти десять категорий, как он говорит, отличаются друг от друга родом, то есть, они не сопоставимы. Он специально выбрал категории, это существенно различные аспекты. Они параллельно существуют. Количественные аспекты параллельно, качественные аспекты отношений и прочее. Поскольку на самом деле принципи сущие, то есть, не может быть сведено к чему-то одному. Многообразно. Но тут можно было бы возразить с другой стороны, да, вот опять же. И тут можно говорить о Платоне, да, что в смысле бытия, то есть, конечно же, есть много характеристик сущего, да. Но в смысле вот некого бытия, да, если мы различаем сущие бытия, то в смысле бытия все эти характеристики существуют, и это бытие одинаковое. Ну, хорошо, пусть не парменидовский это тезик. Нет, нет, а Платон и здесь раздражает, вот именно когда я говорил об относительном бытие абсолютно. То есть, если это так, то все равно существует относительное небытие. И все равно множество остается. Потому что нельзя бытие понимать только абсолютно. Абсолютное небытие не существует, но существует относительное. То есть, это вот возражение Платона. Может быть, я сменюю курсию действительно. Ну, хорошо, а Когита, Декарта? Рекурсия. Это ведь не силогизм, мы понимаем, да? Это не высказывание. Это именно что рекурсия? Ну, это рекурсия понимается, ну, уже словом, другим, в рефлексии. Слово рекурсия, это как бы... Ну, да. То, что направлено на себя, это общее слово, да? А просто рекурсия в античности понималась в одном смысле, да? Потому что они не занимались субъектами. Для них субъект был нечто умаленное, и они рассматривали как бы сам по себе мир, где субъект как бы не брался в рассмотрение. А начиная с текарта, как бы субъект в центр становится миром, да? И вся вот, вся проблематика, она вырастает из субъекта. И отсюда возникает уже рекурсия. Не рекурсия, а вот буквально в смысле рефлексия. Так, а про рекурсию вот это? На самом деле рекурсия есть уже у Пальменида. Да, вот его понимание. Что это такое? Что такое рекурсия? Это когда само понятие рассматривает само себя в качестве подходящего под это понятие. Ну, допустим, вот, как ялгу высказывание. Допустим, это высказывание лжет. Когда высказывание о самом себе, когда он само себя, когда он высказывает о самом себе. То есть оно не, это вот называется рекурсия. Но только когда мы говорим, что про ялгу, нам очевидно, что здесь вот есть проблемы логические. На самом деле такие же проблемы существуют, только они не являются логическими проблемами, да, они являются антологическими или методологическими проблемами. Когда мы говорим о бытии, то есть сначала мы рассматриваем бытие как своего рода аспект реальности. Мы говорим, вот это есть, вот это есть, вот это есть. Это одно. То есть в каком-то отношении бытие есть как понятие. Понятие бытия. А потом, например, мы говорим, что это бытие есть своего рода как объект. Мы говорим, бытие есть. Вот как говорит Пармин, бытие есть, не бытие нет. То есть здесь уже бытие выступает как своего рода некий объект, которому мы, опять же, применяем понятие быть. Бытие, как объект, есть, и второе уже есть, это уже как понятие этого бытия изначально, как аспекта реальности, примененное к некоторому объекту, который называется бытие. И это и есть вот эта вот рекурсия наша. Еще это про одно. Когда у Платона одно, как принцип, с позиции которого все рассматривается, к которому все приобщается. И с другой стороны, и само одно, как объект, приобщается к самому же себе. Никто не поняла. Ну вот, например, если взять диалог про меня. Никто не поняла. Ты не понимаешь? Нет, 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 ну я имею в виду. Правда, но не поняла. Диалог про меня. Там что получается? Он говорит, давайте рассмотрим диалектику одного или иного. Или единого или иного. Что такое одно или единое? Это некий принцип. Принцип того, что оно одно. И оно не есть многое. Но, оно, этот принцип, что оно одно, оно применяет также и к самому себе. Как будто бы само оно является неким объектом, которому можно этот принцип применить. Потому что, ну там оно обсуждается, что если, допустим, одно может, и допустим, есть, мы говорим, одно есть. Да? Мы говорим, что к этому одному придаем предикат бытия. Тогда доказывается в диалоге, что на самом деле одно перестает быть одним, потому что оно становится двумя. Потому что у него есть аспект одно и аспект бытия. А это уже не одно, а это два. Значит, мы не можем приписать одному по предикат бытия. Если мы говорим, что делится оно или не делится. Или там еще какие-то другие предикаты применяем. Каждый раз возникает проблема, состоящая в том, что мы об одном говорим как о чем-то, что имеет также и другую характеристику. Так что оно не одно, а уже два. Понимаешь? То есть, как о многом. Но если мы так говорим, то на самом деле не что иное. Мы это одно рассматриваем как рекурсивное понятие. То есть, как понятие, которое само к себе относится. То есть, которое может применяться к самому себе. Оно как принцип, как понятие, само к себе применяться не должно и не может оно так применяться. Потому что понятия могут применяться только к вещам. Только к тому, что к ним приобщается. Есть фундаментальное различие между понятиями и вещами. Понятие к самому себе применяться не может. Одно понятие может применяться, может быть, другому понятию. Но к самому себе понятие к самому себе применяться не может. А если оно применяется, это и называется рекурсивное понятие. Вот такими рекурсивными понятиями являются понятие «быть я», понятие «одно», понятие «я». Три таких вот я выявил рекурсивных понятия. Ну, «я» понятно. То, что рекурсив «я» — это просто рефлексия. Когда «я» схватывает само себя. может оно само себя схватить. Оно, с одной стороны, является субъектом того, кто схватывает, а с другой стороны является объектом того, что схватывается. То есть субъектно-объектная структура схлопывается. Как это так? Она должна всегда сохраняться. Раз она субъектно-объектная структура, она не может никуда исчезнуть. Всегда будет это различие. А как оно исчезает при этом в рефлексии? Как так? Как я может быть одновременно субъектным и объектным? Кстати, вопрос о рефлексивности и философии. Защита рефлексивности. Вот если мы представляем себе эти понятия, как своего рода мир идей, как что-то существующее там где-то, и вот эта идея соотносится с вещью, и все хорошо. А если вдруг мы понимаем, что нет никаких идей самих по себе, а есть, как у Аристотеля, некая сущность, внутренняя вещи, некая внутренняя форма, и получается, что вещь подобна не понятию, не какой-то идее надмирной, а подобна самой себе. То есть в отношении сущности, вот этой материи формы, уже присутствует рефлексия. Вещь, как бы, оказывается, подобна самой себе. Или не подобна. Тут как раз возникает возможность христианской антологии. Так это вопрос о образцах. Вот, есть ли образец, а есть ли образца нет, это уже постклассическая философия Деррида, которая говорит, что, так сказать, все есть подобие, но нет оригинала. Что все есть, как бы, копия, перевод там, не знаю, и так далее. Но оригинала нет. Например, христианская антология. Как бы она могла возникнуть, ну, то есть, нет, могла, конечно, да, но в христианской антологии человек не равен самому себе. Есть некая рекурсия, есть некое самоотношение. Понятно, что можно было бы представить себе это как? Что есть идеал человека, как бы, какая-то идея человека, которая не соответствует реальный человек, и все просто разрешается. Вот, и это понятно, как мыслить. Но если мы хотим, допустим, оставить вот эту христианскую антологию, но без Бога, без, так сказать, мира и идей, который, по сути, является, там, не знаю, мышлением Бога, вот, и получить Хайдегера. Мы получим у Хайдегера как раз вот эту странную ситуацию, когда, допустим, у нас есть бытие, это экзистенция, и она может быть подлинной или неподлинной. Относительно чего она может быть подлинной или неподлинной? Она рекурсивно обращается к самой себе и оценивает свою подлинность и неподлинность, хотя, казалось бы, она есть то, что есть. Как она может быть не такой, какой она есть? О чем здесь говорится? Вот эти модусы существовали. Мне, кстати, всегда интересно, а вообще, действительно, как может быть нечто подлинным или неподлинным, если нет образца? Вот. А вот это и есть рекурсия. То есть она может быть подлинной по отношению к самому себе? Да, да. Вот такая вот рекурсия. Когда что-то определяется через себя. Определяется, допустим, в аспекте подлинной. Соответствовать самому себе. Либо она соответствует тому, что она есть, либо не соответствует. То есть, допустим, если человек в модусе не соответствует самому себе, то есть он сам себя рассматривает как вещь. То есть у нас в осадочности не в подлинном смысле. Ну, это конкретика уже какая-то, ну, допустим, да. То есть он для тебя уже не является тем, что он на самом деле есть. Он потому что выше, чем вещь, он является чем-то другим. Он, скорее, должен браться в модусе как, а не в модусе что. То есть он в модусе возможностей, скорее, а в модусе это действие. способы быть то есть именно это имеется в виду? имеется в виду я здесь акцентировал внимание на том что что-то соотносится с самим собой в этой схеме а не с каким-то понятием идей что вот это раздвоение реальности, которое у Платона возникло на мир идей и мир вещей обнаруживается как ложное и вот это отношение между двумя становится отношением с самим собой да, кстати, понятно в счету туда и ответственность возникает ты должен быть ответственен за свое бытие на моменте для человека причем перед самим собой? потому что ты должен соответствовать самому себе это так что ли получается? ну может быть, да но это тоже, опять же, конкретики приходишь ну да, здесь на самом деле налицо рекурсивность какая-то действительно я вот все пытаюсь понять а есть ли какая-нибудь рекурсивность в этике? не получается ли, что добро и зло сами точно так же рекурсивны? и есть рекурсивность, допустим, в понимании что такое рекурсивность? рекурсивность в понимании это, как мы знаем, герметический круг чтобы что-то понять нужно понять все а чтобы понять все нужно знать честь вот вам рекурсия но сразу же заявляется, что эта рекурсия плодотворна что, так сказать, в эту рекурсию надо вступить надо вступить, броситься в этот герметический круг то есть, видишь ли, все рекурсии, которые ты сейчас говоришь они, чем отличаются все-таки от тех рекурсий, которые я говорил про понятия там понятие нечто простое и там невозможно, как ты говоришь, вступить потому что мы можем действительно начать в герметическом круге начать с частей исследовать каждую часть и постепенно будет устраиваться и понимание целого понимаешь, и из понимания целого мы будем как бы уточнять, как выглядит счастье и мы можем в этой рекурсе, как ты правильно говоришь, плодотворно как-то жить а как там жить-то? понятие там одно и все то есть, если рекурсия подразумевает в отношении некой множественности множественности человека или множественности понимания то она действительно плодотворна и более-то она даже неизбежна ну согласен, вот герметический круг это вообще особое потому что рекурсия опосредованна многим и целым и частью то есть там такое я бы даже сказал, что это как раз единственный возможный способ понимания всегда ты понимаешь именно так потому что все удается в контексте ты что-то выхватываешь из него отдельные элементы а картина общая выстраивается только когда ты все элементы выхватил и каждый элемент ты понимаешь только тогда, когда у тебя есть общая картина то есть это в принципе нечто такое тут даже не видеться в чем проблема могла бы логической состоять а с другой стороны, когда мы берем отдельное понятие то мне кажется, там такой плодотворности нет там двигаться некуда понятие сразу ясно, что оно такое когда понятие под само себя подводит как одно подводит под само себя как одно или бытие подводит под само себя, что оно тоже существует или я подводит под само себя в том смысле, что оно само себя схватывает и так далее вот этой плодотворности как раз нет Наверное, да. То есть, возможно, вот эта вот изначальная плодотворность герминифтического круга, вот она в таких вот рекурсивных понятиях вырождается. Возможно, что на самом деле изначально мы живем в мире, изначально мы в этом герминифтическом круге замкнуты, и в этом нет ничего плохого, это как бы естественно. Но, с другой стороны, когда мы пытаемся как-то специализировать что-то, мы иногда можем изначально нашу укорененность в мире, и то, что мы бытие в мире, мы можем понять неправильно, опираясь на какое-то отдельное понятие. То есть, мы можем его настолько сузить, настолько упростить, что можем впасть в такую логическую ошибку. Тут даже не логическая ошибка, тут скорее методологическая ошибка. Потому что если в основании лежит такое рекурсивное понятие, то на нем базируется все остальное, как у неоплатоников. Все базируется на одном, а к одному ничего не может подойти, никакой предикат ему нельзя предицировать, потому что изначально оно находится в этой рекурсе, и оно не дает возможности к себе что-то предуцировать. То есть, это изначально неправильная постановка вопроса. Но если оно лежит в основании того, получается, вся система там, это неправильно. Хотя изначально я из плана того, что все находится в неком цикле, в некоторой обращенности на себя, это изначально мысль-то правильная. Она же у всех есть, у Аристотеля она есть, и Платона есть, и у Платона у всех. Но тут еще, как бы, в связи с этим, еще одна проблема есть такая, тоже она такая маленькая, но она существенная. Я уже начал как-то о ней что-то говорить. Она как раз касается того, что мы сейчас пытаемся заниматься, богословием сознания. Она касается того, что представляет собой Абсолют. Можно ли Абсолют определить? Дело в том, что мы каждый раз высказываем в Абсолюте какие-то определенности, какие-то предикаты. Мы каждый раз выхватываем просто Абсолют в каком-то определенном аспекте. Допустим, мы говорим о количественном аспекте. Он бесконечен, это количественный аспект. Или мы говорим, допустим, что он является благом, это какой-то аспект, связанный с причиной, с такой причиной, как цель. Или мы говорим, что Абсолют – первопричина. Опять же, это связано с тем, откуда движение начинается и прочее. То есть каждый раз высвечиваются какие-то определенного рода аспекты, и получается, что то Абсолютное, которое можно было бы определить как некого рода предельное сущее, оно оказывается разбито по этим аспектам. И возникает проблема на самом деле – собираются ли эти все аспекты в одно сущее, то, что можно было бы назвать уже Абсолютно, или не собираются. Мы эту проблему ставили как-то на семинаре в том смысле, что я говорил о том, чтобы говорить об Абсолюте, надо вот, чтобы доступ к нему отличался от способа, каким мы его познаем. И я предлагал там такое понятие, как топос, что Абсолют – это своего рода топос в сознании, и мы имеем к нему доступ через сознание. Он просто есть определенного рода, если так можно говорить, это место или топос в сознании. И как бы отдельного рода способности, способность мышления, способность переживания и прочее, они просто восходят к этому топосу, и какой-то аспект на нем выхватывает. Но если как бы теперь вопрос поставить иначе, то есть изначально вопрос поставить, что изначально у нас просто есть определенного рода предельные какие-то категории, типа бесконечные. И что такое бесконечные? Это же отрицание просто конечного, что есть нечто конечное, а есть бесконечное. Или там первопричина. Либо цепочка причин является как бы бесконечной, как бы и нет никакой первопричины, либо все-таки есть некая первопричина. И, допустим, Аристотель и многие философы говорят о том, что все-таки должна быть первопричина, потому что бесконечный отсылок к причин – как бы это нечто невозможное, нечто неразумное. Ну, нечто немысленное. Как только это может быть и такая бесконечная цепочка? Ну, это тоже как бы своего рода рекурсия такая. Причина отсылает к причине, причина отсылает к причине. А ты вспомни, рекурсия была, знаешь, что причина самого себя. Вот, кстати, что рекурсия. Да. Кауза суи – это опять же пример рекурсии. Вот, опять же, еще один пример рекурсии. Кстати, это, короче, тоже пример. Сейчас вот кауза суи – то, что говорит этот… Наговица. Ну, не только Наговица, но и спиноза, собственно, это тоже рекурсийное понятие. Но в любом случае, получается ли так, на самом деле, что абсолют удерживается как некое сущие, которое имеет множественность характеристик? Количественную, качественную, ну, допустим, по десяти категориям арестователя. Или все-таки получается так, что есть много предельных характеристик, но собрать их вот некое в одно сущие не удастся? То есть в одну сущность, которую можно было назвать абсолют, никогда не удастся. Ну, потому что, если мы просто декларируем, что вот эти все характеристики складываются в одну сущность, ну, это как бы нечестно. Так можно что угодно продекларировать. То есть можно сложить, да? Да, можно сложить и сказать, вот это вот общее такое, как бы, аграрное целое – это абсолютное. Но хотелось бы, чтобы они как бы проистекали друг из друга. Да, как-то, чтобы можно было… Чтобы одно из другого и все в конечном счете проистекало из того, что это абсолют. А самое-то интересное, что эта задача даже не то, что там прям, как бы, моя там или какая-то… Это задача всей, по сути, схоластической философии. И я более-то расскажу. Как множественно с категорией соотносится с, так сказать, с бытием Бога. Знаешь, какая основная проблема Гегеля-Канта? Что он не доказывал категории. Что он их просто, как бы, нашел в логике, да? Как бы, предъявил, что они вроде бы есть и все. А на самом деле вся проблема философии настоящей, да? Должна состоять в том, чтобы их выводить из какого-то первопринципа. И Фикту он, наоборот, ввалил за то, что тот пытался, как раз, все эти категории вывести, да, из них первопринципов. И первопринципы у него будут, напомнишь, если я полагает я, я равно я, я полагает не я, там, и так далее. А вот за это он Фикта хвалил. И сам он, на самом деле, считал, что вот философская, философия может существовать только как система, да? И причем система, вот, выведенная, да? Где все, вот, как ты видишь, все взаимосвязано. И вот именно, ведь эта взаимосвязь, она связана не только с необходимостью того, чтобы все понятия были определены контекстуально друг через друга. Она как раз связана с тем, что, вот я говорю, что вот абсолют получается, вот как бы разорванным таким, да, по некоторым характеристикам, да? Вот есть много предельных характеристик. Предельные характеристики, одни, другие, третьи. И чтобы их собрать, надо вот действительно построить систему. И тогда все эти характеристики соберутся в нечто, что можно будет назвать одно. Как у наукологии гигиенов. Иначе останется так, что мы вот знаем, ну не знаю, какая-нибудь скульптура, мы знаем ее в одном ракурсе, в другом, в третьем, в четвертом. А сложить эти ракурсы, ну не получается. А может быть они и не могут быть сложены. А может быть они и не могут. Да. Может быть это наше желание. А если они не могут быть сложены, а если это скульптура? Да. Одна ли это скульптура? И можем его вообще как бы... Ведь тут же языковая... Скульптура ли это? Языковая игра очередная. Помнишь? Вспомнишь, мы про субъекты говорим. Субъект это собирательная языковая игра. Мы ходим... Этика требует этого, да, там, как бы, законы общества требуют, чтобы вину кому-то предъявлять конкретно. Да, вот и вот собрали субъекты, да, из многочисленных способностей, которые сами, каждый по себе, являются своим субъектом. Собрали то, что можно было бы назвать субъектом юридическим, собственно, да, декларативно собрали субъекты. А не получается, что абсолютно точно так же декларативно собирались. И если это так, то, если... Тогда просто... Как наш субъект, да, является своего рода учрежденным субъектом, получается, так и абсолютно учрежденный субъект. То есть опять повторяется тема о том, что порядок земной и порядок небесный – это один и тот же порядок. Как у нас на земле, наш субъект является только собранным субъектом, то есть субъектом учрежденным. Так точно может быть и получается, что и Божественный субъект, то есть Абсолют Бог является чем-то учрежденным. То есть это… причем не хотелось бы здесь впасть… Он-то как раз мог бы самоучреждать себя сколько влезет, ему-то совсем ничего не противостоит, понимаешь? Его самоучреждение равно как бы истине, равно положению вещей. Он сам закон. Это самоучреждение человека встречает какую-то чужую волю, встречает обстоятельства мира, встречает может быть волю Бога тоже. Должно как бы… Должно еще выстоять в каком-то противостоянии. А самоучреждение Бога… Вопрос как раз в том, мы его так учреждаем или он сам себя самоучреждает во всех этих категориях? Ну тут видишь, я просто не хотел говорить, потому что тут есть языковая игра. Ты говоришь слово Бог. И сразу понимаешь и считаешь, что это слово есть слово обозначение. Как с чашкой. Есть чашка. И мы можем этой чашки предуцировать в отдельные, как бы его… Раскрывать эту содержательность этой чашки каких-то там предикатов, каких-то определений. Точно так же слово Бог. Вот оно как бы это языковая игра своего рода, если есть слово. Или есть слово абсолют там, да? Получается, что вроде можно подумать, что это вот некоторого рода такое понятие, которое просто является обозначением чего-либо, да? Реально. Какой-то существенности. И мы теперь уже можем говорить о том, как ты начинаешь говорить, что он сам себя учредил и прочее. Или мы его учредили. А не получается ли так, что надо говорить по-другому, феноменологически? Мы же еще как бы держим под сомнением существование такого субъекта. Есть он или нет, мы еще не знаем. Не, ну мы его учредить-то можем, мы учреждаем, мы учредили. Вот. Вот так вот. Мы его учредили. Так учредили в языке тогда? Ну, в языке, в мышлении, там даже где-то в чувстве. Вот как-то мы его учредили. Так, а он один и тот же в чувстве, в языке, в мышлении. Это хороший вопрос. Ну а как? Ну вот это учреждение, наверное, как раз собирательный характер имеет. Ты прав. Даже если он по праву не один и тот же, по факту мы его учредили одни. Так сказать, собрали все это. Мы и там, и там говорим Богу. Даже если это все противоречит. На самом деле мы и себя же так собрали. У меня есть переживания, у меня есть мышление, у меня есть восприятие. Я беру все это, собираю и говорю, что все это я. Я же собрал себя. Нища одно. Интересно другое. Вот допустим, не мы учредили Бога, а Бог сам себя учредил. Да? Вот. А почему он учредил? Он просто есть и все. Ну, это одно и то же. Потому что, вот. Есть он или сам себя учредил. Для Бога это одно и то же. Да, для Бога. Естественно, естественно. Вот я об этом и говорю. Для Бога это одно и то же. Вот интересно, что? Видите? Ну, не мог же он себя вот учредить в уже имеющихся категориях. То есть, не мог вот категории предшествовать Богу. Да? Чтобы он, учредая себя, сказал, я такой-то, я такой-то, я везде, я бесконечен, я не временен и прочее. Получается что, у всякого учреждения предшествует вот эта раздрозненность, которая потом объединяет единство. Опять же, помните пару учреждений народа Соединенных Штатов? Да. Там же тоже так. Сначала существует нечто рассыпанное в виде отдельных людей, который потом учреждает себя как народ. Он же ведь тоже, кстати, рекурсивное понятие. Да, рекурсивное, да. Учреждение рекурсивное, да. Всякое учреждение, видим, рекурсивное. Ну самоучреждение. Да, самоучреждение. Ну не даром это один из вариантов понимать самосознание. Любопытно, что Эридар рассматривает этот вопрос, как американский народ сам себя учреждает. Сам подписывает декларацию о своем учреждении. Он должен был существовать, как американский народ, до того, как подписал декларацию о своем учреждении. То же самое рекурсия. На самом деле рекурсия не является только забавой. Фактически даже в юридической практике важно. И мы себя точно так учреждаем. Но мы же до того, как себя учредили, сами тоже есть. То есть не мы есть, а нечто есть, что потом учреждается, как мы сами. Получается, что Бог не может себя учредить? Получается, он не должен себя учредить. Потому что тогда получится, что он себя учреждает, исходя из чего-то, что уже есть. Да, что предшествовало тому, что он ли это разбитый на части, или существующие какие-то категории, словно бы он в них втискивается и себя определяет. Поэтому всякое учреждение вторичное, и оно не может к Богу относиться. Но с другой стороны, он может учредить себя как категорией. А почему он-то учреждает? Мы его учреждаем. Ну ладно, будет хорошо. Если мы, то все просто. Правильно. Мы его учреждаем Богом по знанию. Вот мы смотрим один аспект, другой, третий. Относится это к одному объекту, к одной сущности или нет? А помнишь, мы сознание разбираем? Там та же самая проблема была. Вот есть многообразие проявлений сознания, да? Как мы говорили про симптомы. Являются ли это симптомы проявлением чего-то одного? Или это так и остается многообразием, которое мы хотим учредить как одно? А вдруг болезни две, да? Да, а вдруг болезни две, да? Как вот в болезни. Есть болезнь, да. Есть много симптомов каких-то там. Относят ли они к одной болезни, которую можно понять и выхватить в реальности? Или на самом деле здесь много болезней. Или там. Потому что одним и темным симптомам могут разные болезни соответствовать. И так далее. То есть вот эти все проблемы, каким образом мы восходим от феноменологичности ситуации, от того, что есть некое многообразие к тому, что представляет собой единым, она вот так и остается проблемой. Как она существовала, когда мы сознание разбирали, и как она сейчас существует, когда мы восходим к такой сущности, как Абсолют. Видишь, одни все проблемы, они на всех уровнях повторяются.